Дискуссия 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 передачей по оптическим каналам. Сегодня 88 или 96 каналов 100G по одному волокну, по паре волокну туда-обратно, 9,6 терабит. Это не вопрос. Это вот серийные системы, которые ставятся. Сегодня передача канала 100G на расстоянии до 3000 км без промежуточной регенерации. Здесь звучало, что это экономически очень целесообразно. Тоже не вопрос. Сегодня мы хотим передавать на одно несущий 200 гигабит в секунду, 400 и еще более с меньшим шагом вплоть до терабита. Мы хотим сделать это, чтобы это передавалось на максимально оптимальное расстояние для каждой скорости с максимальной спектральной эффективностью и дальностью. И вот это задача, которая стоит и которая должна решаться. Гибкость управления. Гибкость на фотонном уровне – это реконфигурируемый оптический мультиплексер ввода-вывода. И, конечно, если мы говорим об автоматике, в том числе General MPLS и другие вещи, конечно, мы говорим о гибких фотонах. Узлах сегодня тоже об этом прозвучало. Это конфигурации CDCF, которые у нас есть. Colorless, Directionalless, Contentionless, Flexgrid. То есть независимо от длины волны, направления, независимо от того, сколько длин волн совпадает по вводу-выводу, мы можем их коммутировать на 5, 6, 7, 8 и более направлений с любой сеткой частот. Вот кто знает, вы представляете себе задачу, она решена и конструктивно это вполне исполнимо. Ну и гибкость на серии, на уровне передачи сервисных потоков, я имею в виду, вот у нас же есть еще Ethernet уровень, и там есть VLAN, и там есть туннели MPLS Transport Profile, и там тоже ведь идет развитие на уровне, вы знаете, вот упоминался сегодня доклад по стандартизации FlexOptics. Обратите внимание, Flex Ethernet – это новое направление, которое позволяет очень гибко пристраивать сервисные потоки, которые идут поверх Ethernet, любого контента, пристраивать в оптические каналы. То есть некий квадрат, который очень гибко мы подключаем к какие-то Ethernet, получаем оптический канал. Но есть еще направления, о которых мы не будем сейчас останавливаться, это интеграция IP Optical, использование, интеграция на уровне систем управления, на уровне стыкаться с подсветным интерфейсом, на уровне CHAMPLS UNI, то есть запросы на полосу от маршрутизатора на оптику, сетевая трансформация, исключение SDH, перевод TDM-трафика на WDM и такие новые приложения, как Mobile Front Hot Middle Hot, о чем мы и говорим. Коллеги, я хотел бы сегодня, в виду короткого времени, сосредоточиться на истории вопроса скорости передачи по оптическим несущим. И вот здесь был прорыв в свое время, в 2010 году, когда произошла стандартизация 100 гигабит Ethernet и 40 гигабит Ethernet. И Белл-лаборатория, которая входит в состав нашей организации, на 5 лет работала над идеей, как это передать, было выпущено первое промышленное оборудование, наше оборудование, которое позволило передать на одну несущую 100 гигабит в секунду с сеткой 50 гигадерс, так же, как и десятки, и получить эти 88 каналов, 8,8 терабит. Потом улучшены были, в 2011 году были улучшены параметры, и, наконец, следующий прорыв был во втором квартале 2014 года, когда промышленные или коммерческие были вредены каналы 200G, 200 гигабит в секунду, 2 по 100, на одной несущей с использованием 16-кам модуляции. Это квадратурная модуляция. И первое коммерческое внедрение произошло в Европе для подключения коллайдера к центру Леон-Париж, первая коммерческая, 560 км. Дальше, в 2016 году произошел следующий прорыв, поскольку мы первые были пионерами по выпуску микросхемы цифрового процессора, который позволил в двух своих вариантах, в первом варианте, который называется Photonic Service N2S, позволил программно выбирать формат модуляции для разных скоростей передачи, для того, чтобы получить оптимальные решения по дальности передачи и спектральной эффективности. Об этом сейчас скажу подробнее. А второе, и которое сверху используется для создания каналов 100, 200, могут быть созданы каналы 250 и так далее, с шагом определенным. Ну и для того, чтобы сделать транспондеры на 100G более компактными. Второй вариант. То есть, чтобы можно было сделать карточки, где несколько, уже можно сделать 100 Гбит интерфейсов, и все это очень компактно, энергоэкономно. Поэтому я хотел просто показать, что мы до 2016 года жили с вариантом передачи 100 или 200, потом в 2016 году произошел прорыв. Я как бы преамбула пока еще к главной теме. Произошел прорыв. Мы имеем вариант 7, программный выбор 7 вариантов модуляции. И смотрите, что имеем на сегодняшний день и что внедрено на сетях. Начиная с 2016 года. Вот я сейчас включу все режимы. 100 Гбит в секунду мы можем передать сегодня четырехпозиционной квадратурной модуляции, КПСК нарастание, 2 500-3 000 километров без электрических регенераций. Если мне нужно еще увеличить дальность, я беру модификацию кода. SP к ПСК – это 5000. Если я хочу еще дальше передать, я могу передать 100G на двух несущих по 50. с модуляцией 0,180, с BPSK. Значит, у меня есть выбор. Что касается 200 Гбит. Вы помните, начиналось с того, что мы во Франции сделали первую линию 200 Гбит, 16 Кам, где-то 550 километров. Сегодня есть в этой существующей микросхеме возможность перейти на восьмипозиционную квадратурную модуляцию и добиться более 1500 километров 200G без регенерации. Что касается, мы можем передать 5 по 100. У нас есть такой блок на двух несущих по 250, 16 Кам, 400 километров. И, наконец, 400 Гбит в секунду, 400 Гбит в секунду, это уже как бы стандартизировано, 64 Кам, 100-150 километров, 400 Гбит. В некоторых случаях для некоторых сифроводуляции потребуется уйти на гибкую сетку частот с 5 Гбит. Но суммарная пропускная способность системы, общая по оптическому волокну, при этом увеличивается. Вот вам просто картинка, как видит веглеевская квадратурная полиэтудная модуляция. В BPSK это по каждой поляризации две позиции 0, 180 и так далее. И этого оказалось недостаточно по тем потребностям, которые сегодня существуют. Недостаточно в каком плане? Ну, во-первых, растут объемы трафика, во-вторых, требуется все-таки большая масштабируемость, скажем, 100, 150, 200, 250 и так далее, до 600. Такой масштабируемый меняет скорость. И для каждой скорости желательно получить максимально возможную дальность при определенной спектральной эффективности. Поэтому возникло новое поколение этих цифровых сигнальных процессоров. Я сегодня специально делаю доклад на эту тему, потому что НОТИ официально объявила о доступности их 6 марта. И, соответственно, значительно большее количество форматов модуляции и выбора допустимых на этих микросхемах. А вторая модификация, которая раньше была компактной только для 100G, сегодня она существует для 100-200. Я просто хочу проиллюстрировать. Тот блок 100-200 гиг, который у нас занимал, возможность передачи на одну несущую, 100 или 2 по 100-200, купец кейш, 16-кам раньше занимал 2 слота, сегодня он на этой микросхеме занимает пол слота. Я хочу сказать, какой скачок в этом смысле, насколько это важно. Ну и поэтому, благодаря этому решению, сегодня 200 Гбит в секунду уже есть возможность передать на протяженных магистральных подводных до расстояния 2500 и выше, покажу. Каналы 300-400 Гбит на зоновых региональных, что раньше было немыслимо, и каналы от 500 до 600 на одну несущую, я имею в виду, для городских зоновых. Ну давайте вот немножко посмотрим, в чем тут фишка, этого решения. А здесь есть определенная вещь, которая была достигнута благодаря активности B-Labs. Причем они использовали научную разработку, которая, может быть, уже известна лет 6-7-8, но практически никто не знал, как ее применить. Значит, то, что вот это реализует, этот цифровый процессор, это модуляция высокого порядка, QPSK 8, CAM 16, 32, 64, там все это существует. Там существуют коды с исправлением ошибок, хадовые, программные и так далее. Там существует формирование спектра сигнала по накисту, так, чтобы они могли рядышком укладываться. Но там символная скорость высокая, но там существует дополнительная обработка, которая, на русский язык звучит, как вероятностное формирование квадратурно-модулированного сигнала, вот этой картинки, и отчетов квадратурно-модулированного сигнала. Пробоболистик-консолейшн-шейпинг. Это функциональность, которая сделала практически революционный переворот. Смотрите, в нашей существующей системе, все, которые здесь докладывались, звездная диаграмма в 4, CAM 16, CAM, она на приборе выглядит, как здесь показано на экране, равновероятное появление отсчетов фазы амплитуда. Соответственно, идея заключается в чем? Она была проработана и испытана на реальных сетях и внедрена в микросхему. А что если при данной скорости передачи изменять вероятность появления символов на звездной диаграмме, причем символы с меньшей энергетикой передавать реже, с меньшей энергетикой, а символы с большой энергетикой передавать реже. Вот тут показано, как изменяется вероятность. На приборе вы увидите засветку этой звездной диаграммы неравномерной. Фактически мы это решение, вот это просто стандартное решение, это вот идет звездная диаграмма по оси и времени, да, отсчитывается. Вот если мы сделаем такую обработку, она превращается в трубу или в шаг. В чем смысл? Вот именно таким способом, изменяя вероятностное формирование квадратурной диаграммы, мы достигаем максимальной передачи. Почему? Потому что мы приближаемся к пределам Шенона, мы отодвигаем границу начала нелинейных взаимодействий между каналами. Мы не можем увеличить дальность, нелинейные взаимодействия начинаются, мы прекращаем и при канальной передаче это есть ограничение. Если мы начнем изменять статистику вот этих позиций на вот этой звездной диаграмме, то мы получим возможность добавку сделать к этому. Это первое последствие. Второе последствие заключается в том, что если мы имеем канал и имеем возможность измерять его параметры, то мы можем подстраивать эту вероятностную характеристику по его закону для того, чтобы достигнуть лучших результатов. Причем при любых скоростях от 100 до 600 в любом случае мы уложимся в сетку 75. Но, конечно, она может быть флекс-регулироваться. Одна минута, пожалуйста. Да, хорошо. И в результате мы получаем за счет вот у вас показано 600 гиг, это, допустим, 64 кам обычная, без обработки. Изменяя каким-то определенным образом вероятностные параметры, мы получаем оптимальные дальности для разных скоростей с шагом 50. Я вам покажу конкретные примеры. С такой обработкой мы можем передать теперь 200 гигабит на расстоянии не до полутора, а до 2500 километров. Соответственно, вы видите все цифры, скажем, 64 кам до 500-600 километров, что было достижимо только вот 400 г, да, для 200. Теперь это цифры здесь. Вот просто вам примеры конкретных. Вот там же не квадратурная модуляция, на весе S-кам сформированные. Ну, в общем, вот это в основном, что я хотел сказать, вот это наклонная прямая, это тот предел. То есть, собственно, что у нас было? У нас были дискретные значения квадратурной модуляции и для них какие-то оптимальные дальности. Как только дальности шагом 50 уходит от оптимальности, мы получаем неоптимальное решение. Теперь мы можем подстраивать под данную скорость, имея один вариант 64 кам, менять вероятность и подстраивать, получая наилучшие результаты. За счет сдвига вот этой границы к границам Шенона, мы сдвигаем границу начала нелинейных взаимодействий. В общем, собственно говоря, я все вам рассказал и показываю два примера. Когда это все начиналось, как это было опробировано. В 2016 году вместе с техническим университетом Мюнхена, там находятся теоретики, может быть, даже главные по этому направлению, были проделены определенные эксперименты на сети Deutsche Telekom, показано, что за счет этой обработки можно увеличивать на разных форматах модуляции дальность до 30%, затем был проведен глобальный эксперимент, который был доложен на UFC 2017, на конференции, где было показано, что на сети, которая создана в интересах Facebook, 5527 метров между Нью-Йорком и Ирландией, можно передать 200 гигабит без регенерации и даже большей скорости с использованием в пробоболисте Concilation Shaping. Об этом вы можете найти в сети, если вы наберете, соответственно, название этой сети. Там есть этот материал. Ну и это практически все, что я хотел сказать. Соответственно, на этой сети, благодаря новой технологии, от текущей максимальной пропускной способности 12 терабит мы можем уйти до 18 и даже до 32 за счет внедрения такой техники. Здесь, например, передали 100 гигабит на расстояние 11 тысяч, завернули 5000-5000, да, то есть возникают фантастические возможности по повышению суммарной пропускной способности систем. Ну и я могу сказать, что этот результат уже отмечен, вы можете найти в LightWave, что этот результат признан лучшим по разделу оптических транспортных систем. В LightWave они устраивают такое соревнование, и вот опубликовали 14 марта результат, где вот достижение Photonic Service Engine 3S, это и как раз есть та микросхема, которая включает в себя в том числе и вероятностное информирование. На этом я хотел бы закончить. Спасибо за внимание. Музыка. 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 Музыка.